привет всем ну что порисуем немножечко сегодня маленькая картинка вот такая вот приятная буквально можно ее в рамочку 10 на 15 вставить и она будет вас радовать ну или открыточку нарисовать весеннюю с 8 марта например почему бы и нет хочется уже весеннего настроения новогодние праздники прошли хочется солнышко тепла и поэтому у нас будут цветочки поле воздух и всякая красота нам для этого понадобится бумага хлопок я уже говорила что лучше использовать профессиональную бумагу которая плотностью 300 грамм и более хлопок либо целлюлозу но они ведут себя по-разному и каждому типам бумаги вам нужно будет приспособиться нам понадобится флейт широкая кисть если у вас нету плоской кисточки самой широкой какая у вас есть для того чтобы мочить лист и так как листу у нас небольшой то нам понадобится средненькая маленькая кисточка что такое средняя и маленькая кисточка можно вообще всю эту картину нарисовать 1 большой кистью если у нее очень острый кончик то есть если у кисточки кончик хорошие острые если она новая не сточенная потому что волоски имеют свойство стачиваться то вы можете прорисовать всю картину одной кисточкой но с ней будет управляться тяжелее потому что в большой кисти будет много воды и в маленькой кисточке краски и воды поменьше поэтому с ней управляться легче и так как у нас формат листа небольшой то мы выбираем среднюю и маленькую этого нам будет достаточно так также нам понадобится карандаш стерка клячка стерка мягенькая они тоже бывают разные волшебный порошок то бишь соль скотч бумажный для того чтобы фиксировать лист ну краски палитра и водичка и так начнем всегда мы начинаем с того что набираем наши красочки так как у нас денек солнечный то нам понадобится желтый можете взять любой оттенок желтого теплый или холодный какой у вас есть потому что я не знаю какими красками вы пользуетесь как всегда мы делаем акварельную лужицу нам надо взять пигмент на кисточку и разбавить его водичкой потому что очень важно чтобы была определенная прозрачность в акварели и она как раз получается когда мы пигмент разбавляем водой также мы возьмем оливковую если у вас нету оливковой можете ее попробовать намешать в тот зеленый который у вас есть добавить желтенького и краска станет вот такая теплая солнечная также нам понадобится основной зеленый самый темный зеленый который у вас есть но только не изумрудные холодных зеленых нам не надо вот такой вот цвета темной травы темные листвы зелененький также нам понадобится алый самый яркий красный который у вас есть я промешиваю краску по кругу так она хорошо промешивается размешивается с водичкой и хорошо сползает с кисточки да потому что когда мы смываем и очень много остается на кисточке и я учу всех всегда краску вот так вот немножечко отжимать дальше нам понадобится немножечко индиго и и можем еще добавить фиолетовую в индиго чтобы она была интересней в принципе это базовые такие цвета их можно усложнять вот я тут какую-то охру коричневенькую какая-то смесь на самом деле но я ее тоже буду использовать и синего у меня тут есть может быть пригодится когда вы набрали вашу палитру красивую обязательно поменяйте воду потому что мочить лист нужно чистой водой мойте кисточку хорошенько и принесите себе новую водичку и так приступим мочим лист весь полностью сейчас у меня не арш это фабриана она будет вести себя немножечко по-другому но я всегда рассказываю что нам нужно очень тщательно всегда подходить к вопросу смачивания листа потому что бумага профессиональная впитывает воду хорошенько и вот фабриана ведет себя так что свитер на листе так что вода очень быстро впитывается и через какое-то время лист кажется сухим и нужно немножечко ему помочь прогладить его аккуратненько это занимает время но нужно уделить это время листу тогда он благодарна вам будет помогать рисовать отдавая воду которую накопит внутри не будет быстро сохнуть если вы быстро это сделаете спустя рукава то лист может высыхать неравномерно и мешать вам распределять краску я его проглаживаю еще несколько раз вы можете прям одновременно со мной не перематывайте одновременно со мной делаете то же самое такое же количество времени что делаю я мы вообще стараемся не монтировать видео но монтируем только ракурсы а весь процесс он идет от и до без каких-то пауз единственная промотка на том как я сушу феном так все потраченное время она потрачено не зря лишнюю воду вы можете под собрать и начинаем мне тут подсказывают что поставьте обязательно лайки потому что нам очень приятно с сыном когда вы ставите нам лайки за нашу работу и нам хочется снимать для вас все больше и больше когда много просмотров и еще оказывается на канале есть статистика и по статистике нас смотрят люди которые на нас не подписаны и очень бы хотелось чтобы вы подписались потому что я хочу к мне подсказывают чтобы канал продвигался и чтобы концу месяца количество подписчиков увеличилась кратно но посмотрим как нам это удастся сделать конечно нам еще надо снимать побольше видео ну да ладно так что подписывайтесь лайкайте обязательно и пишите в комментариях свои пожелания что снять какие-то вопросы я стараюсь всегда отвечать но если не быстро то в течение какого-то времени обязательно отвечу так понеслась начинаем всегда с желтого я это повторяю в каждом видео можете посмотреть ли видео в ленте и если в картине есть желтые то мы начинаем с желтого это знает даже оператор и здесь у нас освещение будет с правого угла поэтому правый угол мы нашими любимыми точечками делаем вот таким вот солнечным почему точечками потому что если мы в отрем краску то она ляжет очень ровным слоем а ровная такое вот так как поверхность как любят перфекционисты любят на самом деле только новички а художники профессионалы очень любят фактуры текстуры и разные спецэффекты потому что живопись так выглядит богаче краше и собственно живописней можно даже побрызгать для того чтобы как раз таки этот эффект был случайным этих мазочков дальше мы берем оливковую и в нахлёст можно по диагонали прокрашиваем желтая залеза оливковым оставляя вот такие вот просветы то есть вы должны делать точечки неравномерные а где-то группу где-то большая клякса где-то поменьше чтобы у вас такая была интересная композиция на листе дальше я беру зеленый и укладываю его в самый низ то есть здесь у нас уже идет зона тени на у нас освещение сбоку и вот здесь вот под цветочками под листочками под травинками уже тень это же я оставляю промежутки делайте вместе со мной вот насколько я быстро делаю настолько и вы да и вы должны сделать если вы поставите на паузу то у вас лист высохнет поэтому лучше просмотреть все видео от начала до конца выдохнуть сосредоточиться и делать вместе со мной без пауз далее я беру алый и закладываю цветы на заднем плане то есть я делаю кляксы которые расплывутся очень сильно да не так сильно расплываются красиво и они у нас будут цветами на заднем плане можно даже опять-таки немножечко побрызгать для пущих спецэффектов вот так вот немножечко лист у нас деформировался вода утекла в бок котеночек снимай снимай как вода утекла куда-то ушел оператор сказал что без зарплаты он работать не будет поэтому под видео есть его кошелек куда вы можете перечислить ему благодарность на пирожок за то что он проделывает всю эту работу поэтому что мы снимаем видео полчаса а монтирует он потом неделю и так я беру зеленый вот этот базовый но без воды посмотрите вот здесь вот он с водой а вот здесь вот без воды потому что я хочу чтобы у меня рад не расплывалась как бы она расплывалась но не так сильно и ставлю на заднем плане такие вот отпечатки и можно даже стебель очки они поплывут но ничего страшного поплывут не сильно не сильно уплывут сейчас пока она будет сохнуть я расскажу почему именно так мы рисуем потому что обычно я всегда обосновываю все что мы делаем чтобы вы понимали что мы это делаем не просто так нету в этом случайностей дело в том что нам нужен задний план если вы смотрели профессиональные фотографии или делали фотографии на профессиональную камеру собственно уже и iphone давным-давно так может то есть режим портрета или режим когда задний план размыт и вот этот самый эффект мы хотим нарисовать у нас будет фокус на наших цветочках которые будут достаточно четкими и пустые коробочки я сейчас про них расскажу и не распустившиеся цветочки но если мы их сделаем на голом фоне вот на этом желтом оливковом и зеленым без подложки то они будут вырезанными они будут как будто аппликация как дети делают детском саду цветной бумагой вырезанные цветочки на чистый голый фон нам хочется добиться определенной живости поэтому фон у нас уже сложный то есть это не просто подложка как мы делали раньше укладывали цвета и все нет у нас эти цвета расплылись которые являются основной подложкой и после того как мы ее сделали мы берем краску немножечко погуще и делаем вот этот расплывчатый красивый задний фон для того чтобы у нас была глубина нашего изображения не знаю как на этой бумаге будет вести себя соль как раз и посмотрим но мне хочется для вот таких вот эффектов солнечных зайчиков до посолить помните как я рассказывала как нужно солить то есть мы не сыпем вот такой вот горкой вот такой вот горкой сыночек с ними вот такой горкой мы не сыпем соль оператор оператор сейчас вам покажет как делать не надо мы поднимаем руку высоко и солим как яичницу то есть нам нужно чтобы солинки равномерно распределились с расстоянием по всему листу тогда будет красиво и по предыдущим видео которые вы можете найти внизу вы уже знаете что сушить сейчас нельзя иначе соль не сработает соль является абсорбентом она собирает вокруг себя краску и воду делая нам вот такие вот красивые звездочки беленькие да вот эти вот все разводы они как раз таки от соли и многие не понимают как эти спецэффекты были сделаны так вот это соль либо брызги ну про брызги будет может быть в каком-то другом видео потому что здесь я делала именно солью про нее буду рассказывать и пока у нас соль работает вы можете попить чаек который у меня уже залетела мушка а я вам пока расскажу про майки и сейчас разговор пойдет о том что человек смотрит а художник видит и прежде чем что-то рисовать вам нужно изучить что вы рисуете потому что если я у вас сейчас спрошу сколько лепестков у мака ну напишите мне в комментариях не подглядывая в google прям сейчас напишите цифру как вы думаете сколько лепестков у мака написали не подсказывай нет на самом деле у полевого мака четыре лепесточка и если мы его на него будем смотреть сверху то они такие вот треугольники и находят друг на друга и вот в этих местах где они находят друг на друга они темнее вот здесь если на мак мы смотрим сбоку то эти лепесточки тоже находят друг на друга но мы видим не все да и вот эти вот места тоже могут быть темнее здесь маковая головка с которая вызревает с пестиками и тычинками и вот здесь вот у основания еще черненькая да как у тюльпанов у красных тюльпанов вы видели там такое вот темное место мы для этого взяли индиго с фиолетовым чтобы было красиво и живописно даму черный не используем далее у нас есть вот это вот темная зона и ножка вот здесь вот легко потому что ножка у мака жирненькая то есть она как у одуванчика она такая мясистая она не то не тонюсенькая и на этой ножке есть тончайшие тончайшие волосинки которые мы тоже будем рисовать вот и когда маковая головка вызревает то она вы можете набрать фото макки маковое поле и найти где будет видно и майки и вот эти маковые головки они выглядят вот таким вот образом они такие вот ребристеньки но мы это рисовать не будем потому что у нас влезла краску у нас такой быстрый достаточно рисунок но смысл в том что маковые головки вызревшие они пустые из них высыпаются семечки поэтому они вот как такие погремушки пустые и легкие стоят всегда вертикально а не вызревшие вернее не раскрывшиеся бутончики мака они тяжелые вот здесь вот в этом бутончике все лепесточки свернуты собраны и они тяжеленькие и поэтому не вызревшие цветы у нас вот такой вот формы как семечко тянутся к земле я всегда говорю что вот этот вот похож на ноготок да то есть в форме ногтика вы его рисуете а вот этот вот бутончик форме семечки и такая собственно история будет у нас на листе и вот этот ритм вам нужно будет сделать вызревшие маковые головки вы делаете вертикальными бутончики под наклоном и несколько маков причем в зависимости от того как у вас на листе растечется так вы и будете компоновать свои маки то есть мы их не прорисовали карандашом потому что на самом деле он очень простой и вы их будете размещать в зависимости от того как у вас расплылся вот этот вот фон вот эта подложка да и сейчас я покажу как сделать так чтобы маг был прозрачный и из чего еще у него были вот такие вот прожилки потому что маковый листочек он такой как папирусная бумага не знаю он раскрылся и еще остается таким прозрачным и мятым даже не знаю как это объяснить но вы видели маг если не видели посмотрите такой мятенький для того чтобы он был таким вот мятеньким мы чистой водичкой увлажняем полосочками сейчас это очень плохо видно но надеюсь как-то будет видно видно или а так видно нет я нарисовала этот листочек и в него добавляю краску и краску тоже добавляю прожил очками то есть полосочками делаю конечно эти полосочки потоньше но смысл в том чтобы краска расплылась и остались прожилки вы не закрашиваете лист сплошняком вы не делаете вот так вот условно говоря вот чтобы было видно я краской сейчас делаю то что я делала водой чтобы вам было видно я водой мочила вот таким вот образом я мочила чтобы у меня мокрая зона была с прожилками и потом вот вот в эту влажную зону я добавляла алый цвет и она растекалась и приобретала такую вот помятость да и вы видите чем отличается если нарисовать сразу то он такой пластиковый да этот вообще как из цветной бумаги вырезаны а вот это именно живописный то есть он написан по воде пока я вам показывала как мы будем рисовать маг который у нас четкий на переднем плане задний фон у нас уже подсох и появились звездочки от соли и сейчас мы можем посолить ой посушить выпить чай сушим как я вас учила равномерно просушивая весь лист так чтобы на нем не было корочек берем фен и на небольшой скорости чтобы не раздувало у вас сушим полностью весь лист продолжаем как вы узнаете о том что лист у вас полностью хорошо высох он стал таким же ровным как был когда вы его приклеивали если он сильно с такими буграми бугрится значит он еще не досох и его надо продолжать сушить значит внутри него еще есть вода когда он высохнет он распрямиться полностью только тогда вы можете продолжать рисовать это важно я убрала с сухого листа соль для того чтобы моя кисточка об нее не спотыкалась и уже мне нравится подложка она уже солнечная красивая и очень живописная теперь мы будем рисовать наши маки на переднем плане здесь вы можете помочь себе карандашом наметить очень и очень легко где будут ваши майки естественно их нужно ставить в какие-то свободные места я могу поставить и на зеленое потому что маг имеет очень такой прозрачный листочек и все что за ним она тоже будет просвечиваться поэтому ничего страшного конечно какой-то маг красивый можно изобразить вот здесь вот в центре но даже не знаю будет видно на камеру или нет я это делаю очень и очень легко практически чтобы не было видно только для того чтобы помочь самой себе и не запутаться где я его хочу нарисовать еще один можно нарисовать вот здесь причем у них может быть разное направление движения если этот смотрит вправо то этот может такой вот вверх смотреть опять-таки стебли тоже могут иметь разное направление движения оператор вам удается заснять этот шедевр если вы живете в испании то здесь нет никаких суеверий два цветка 132 неважно один испанцы на это не обращают внимание у них главное собственно это внимание а у нас люди суеверные поэтому если вы будете дарить бабушки то изобразите 3 мака то будет будут вопросы и помимо маков еще нам нужно более четких маковых головок они в форме ногтика ну пускай будет еще будет здесь и ну вот эти не раскрывшиеся я дорисую потом приступаем сначала мы будем рисовать мак для этого мы чистой водичкой ну вот мне не очень чистая но чистая делаем водой вот такие вот движения как я здесь нарисовала краской мы мочим этот лист оставляя сухие прожилки можете потренироваться на отдельном листе если вам самим не видно то вертите голову у художника как у автомобилиста голова должна крутиться на 360 градусов и вы должны смотреть под разными углами так чтобы увидеть что у вас там происходит куда вам добавлять воду оператор смотрите какая красота сейчас будет происходить вот наши красивые прожилки красивый наш мятый маковый листочек вот таким вот получился и сразу я добавляю в основание фиолетовый да мы говорили о том что у нас там темное пятнышко но темный цвет лучше тоже чтобы был цветной значит лучше чтобы он был фиолетовый либо индиго и я его опускаю немножко в стебель и дальше продолжаю вести зеленым довожу не до конца смывая краску и вот здесь вот как бы растворяю нам не нужно акцентов вот здесь у нас все акценты рядом с цветком можно даже немножечко под собрать для этого как раз таки можно использовать тоненькую кисточку и пока стебелек не высох то есть рисуете со мной в реальном времени опять-таки римка рекомендую сначала просмотреть видео для того чтобы стебель вот эти вот волосинки смотрелись цельно со стебельком если вы их нарисуете отдельно они тоже будут приставлены я их кончиком кисточки вытягиваю кисточку мне тоже с цветом но возьмите кисточку с самым тоненьким кончиком и вытягиваете эти волосинки прям из стебелька вот здесь вот я их уже потыкала по сухому и они реально как будто приставлены и прилеплены и вот такой вот у нас получился первый мак мою кисточку водой повторяю вот эту вот процедуру рисую такими зигзагами мочу водичкой и смотрите под углом так чтобы вам было видно видите как вода красиво затекает это значит что вы хорошо намочили лист и тоже не закрашиваете все наберите краски побольше чтобы она была яркая но рисуйте кончиком кисточки так чтобы она расплывалась и оставляйте прожилки повторяем нашу процедуру с темным основанием уводим немножко фиолетового в ножку оператор снимай как мы это делаем а то тебе не переведут на подарки сегодня на одно день рождения завтра на другой день рождения говорит мама давай снимать видео а то мне нужны деньги на подарки надеется что вам понравится то что мы делаем и вы его таким образом поощрите и похвалите и последний красный мак все то же самое чистой кисточкой зигзагами я заполняю этот треугольничек которые нарисовала и и кайфую кайфуйте от акварели она шикарная кайфую от того как разливается водичка да мак наш не пластиковый а воздушный красивый делаем основание фиолетовым продолжаем основание вниз с зеленым и вытягиваем тоненько стараемся наши волосиночки такие классные маки у нас получились дальше для того чтобы бубочка вспоминала это слово Виталик привет он всегда любил когда я говорю бубочка и оказывается есть еще бубочка это вид одежды потому что мой друг Виталик он дизайнер одежды Виталик привет для того чтобы бубочка была живописной мы ее делаем с подложкой вы можете взять желтый цвет можете добавить в него коричневинки рыжинки оранжевинки и сначала увлажняем цветом причем не надо увлажнять все сразу увлажняйте только ту единственную бубочку которую рисуете и дальше в бубочку добавляете темноты можно зеленцы можно взять фиолетового нам главное чтобы была вот эта акварельная прозрачность и нам был виден цвет подложки опять-таки контраст нам важен наверху и не обязательно вести эту ножку до конца такой же темной тут ее можно вполне спрятать спрятать я имею ввиду по тону спрятать не акцентируя на ней внимание она есть но она там прозрачная уже водичкой это все тот же стебель от мака просто лепестки опали поэтому мы рисуем наши ворсинки то же самое мы делаем со второй бубочкой когда вы рисуете по сухому вы уже можете так не торопиться и ставить видео на паузу чтобы прорисовать какие-то элементы но я буду делать все быстро потому что видео и так получается длинными но так как опять-таки мы работаем без монтажа это реальное время рисования все кто просит видео покороче это ну можете остановиться на подложке и все будет вам короткое видео меньше времени на акварель потратить нельзя да я когда болтаю я все равно работаю не только языком но и кисточкой класс мне очень нравится просто обалденные получаются бубочки даже можно тут фиолетовенького немножечко для живописности вот красота и стебельки и бутончики они по форме как семечко да вот здесь вот я рисовала сюда подсматривайте по форме как семечко и они все смотрят вниз и вы их можете наметить оливковым и потом сделать темно-зеленым так чтобы тоже внутри светился цвет подложки весь кайф акварели в прозрачности пожалуйста старайтесь чтоб она у вас была прозрачная и светились все слои это уникальное свойство акварели поэтому им надо пользоваться если вы акварелью рисуете как гуашью то рисуйте гуашью давайте еще вот сюда вот найдем бутончик зафигачим сейчас папа мой будет ругаться что я сказала зафигачим привет мама и папа которые смотрят одними из первых мои видео и пока единственные поддерживают начинание оператора материально ну ничего мы будем стараться чтобы вам очень 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 не очень нравилось и вам хотелось нас тоже поддержать но главное не переборщить на самом деле сейчас и сейчас я отложу вот это вот все дело для того чтобы еще больше усложнить то что у нас нарисовалась брызгами я забрызгиваю вниз и при принцип принцип усложнения в том что я зеленым брызгаю на зеленое то есть я не буду брызгать зеленым на желтое или красным на желтое мне нужно усложнить зеленый цвет поэтому зеленым на зеленое Я могу оливковым сюда тоже побрызгать, потому что это зеленое. Оливковым могу на оливковое. Видите, что происходит? Видите, как капельки делают нашу поверхность сложнее, как будто маковые семечки рассыпаются. И желтым, желтого у нас уже практически нет, и желтым побрызгаю на желтое. У нас получается два типа пятна, расплывчатые, вот эти звезды прозрачные от соли на подложке, и капли, брызги более четкие по сухому. Да, смотрите, как красиво они попадают в мокрые места, и красочка расходится. Вот. Надеюсь, вы правильно ответили на вопрос в середине видео, не подслушивая, потому что ответ я сказала сразу после того, как задала вопрос, сколько лепестков у мака. Я почитаю комментарии, мне интересно. Знали ли вы это? Ну, теперь точно будете знать, и когда вы будете что-то рисовать, то обязательно будете изучать то, что вы рисуете, как настоящий художник. И, надеюсь, вы все подписались на канал для того, чтобы не пропустить следующее видео. Можете нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. И по ссылке в инстаграм можете присылать мне ваши работы. Я буду с удовольствием смотреть и комментировать. Вот такая вот яркая, красивая картинка у нас получилась. Причем я хочу обратить ваше внимание, что на Фабриана она гораздо ярче, чем на Арши. Посмотрите, какая разница. Разница просто колоссальная на самом деле. Но немножко сложнее работать в плане воды. Но если вы поработаете, нарисуете картин 10, а лучше 100 на бумаге Фабриана, она вас будет слушаться великолепно. И у вас будут получаться крутейшие шедевры. Обязательно я кому-нибудь из своих подружек подарю такую открытку на 8 марта. Вам желаю удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Смотрите инстаграм. В общем, все повторила по три раза. Спасибо, что нас смотрите. До новых встреч. Пока.